добро пожаловать на мой канал сегодняшнее видео будет более таким разговорным мы поговорим про то где найти качественные сэмплы как их самому синтезировать на лейрите так далее с этим определением мы познакомимся чуть позже видео сейчас давайте перейдем к двум сервисам которые я хочу показать они самые популярные и про них более подробно поговорим итак первый сервис который я хотел вам показать это сервис loop cloud в котором хранится большое количество сэмпл паков пресетов и так далее у него имеется месячная подписка там годовая есть подписка три вида планов артист студию и профессионал как вы можете видеть их как бы возможности каждого плана тоже озвучивать принципе здесь думаю не имеет смысла можете сами ознакомиться зайти на сайт давайте посмотрим что у них по интерфейсу они предлагают достаточно красивый удобный интерфейс имеет можно внутри самого плагина уже обрабатывать как-то сэмплы делать из заготовленных паттернов под различные жанры из выбранных вами пресетов делать свои лупы и переносить их проект также у них имеется сопряжение с вашим дав проектом и и там уже подстраивается под bpm по тональности также можно выставлять и все остальное также внутри этого плагина есть еще дополнительно функции навешивать можно всякие эффекты дела и ревербы и так далее то есть это полноценная в принципе такая машина для создания уже музыки внутри даже этого сервиса здесь еще немножко рекламы которые они показывают целыми думаю понятно здесь достаточно качественные сэмплы вокалы также можно покупать принципе это одной подписки которые здесь они предлагают артист я сам был подписан несколько месяцев потом по некоторым обстоятельствам подписка слетела я не стал пока продлять но в принципе 10 там 8 долларов в месяц подписки достаточно для того чтобы полноценно пользоваться и создавать свои треки теперь про всем известный сплайс тут подписка немножко дороже но и возможностей у сплайс наверное также не меньше куча различных пресетов сэмплов и все остальное в принципе сервис себя давно уже зарекомендовал и является одним из самых лучших в этом направлении также здесь можно почитать про планы которые они предоставляют там на годовую подписку помесячную подписку также сплайс есть особенность интересная что можно к примеру взять в рассрочку какой-то из понравившихся или нужных вам плагинов там условно серу можно дополнительно доплачивать по 10 или 15 долларов я сейчас точно не помню уже и в конце концов по истечению 12 месяцев вы покупаете полностью лицензионный плагин и получаете постоянное обновление на него и также процессе этой подписки вы можете получать обновление на для плагина и вы принципе пользуетесь уже лицензионным продуктом принципе по этим сервисом я думаю достаточно рассказал и все о них знают и качество сэмплов там на уровне находится теперь давайте поговорим про то как скомпилировать ваши сэмплы в одном как бы хранилище так скажем о котором будет очень удобно искать необходимые кики там снэйр и все остальное сейчас перейдем в проект fl studio я покажу вам стендалон версию и обычную версию этой программы и так вот мы перенеслись проекты и я уже подгрузил сюда этот менеджер называется он и dsr сэмпл менеджер который сканирует все ваши библиотеки которые у вас есть на компьютере либо же вы указываете самостоятельно путь к этим файлам где у вас хранятся сэмплы он их тегирует теги достаточно хорошо выставляет там по жанрам по инструментам сэмплы какие там например drums и так далее все это он тоже подтягивает прописывает bpm корневые ноты и все остальное также здесь можно сортировать их по ваншотом по лупам и так далее выставлять также можно root ноут и выбирать необходимый лад который вам нужен минорный мажорный и так далее также можно сортировать по тегам и куча еще всего полезного это бесплатная программа она находится на сайте у этих разработчиков ее можно скачать установить и пользоваться бесплатным аккаунтом также есть не какая-то подписка и грядицы насчет этого я вам ничего не могу рассказать потому что я пользуюсь только бесплатной версии и мне в принципе и хватает и достаточно когда просканировала система для меня было большим открытием что появилась во-первых как бы поисковая система в которой я могу по всем своим библиотекам сразу же искать необходимые мне сэмплы еще и они теганы вот и нашлось очень большое количество сэмплов которые я не использовал до этого но они достаточно интересные давайте теперь сейчас я вам покажу еще сайт этой программы чтобы вы понимали где можно это скачать и как скачать теперь мы перенеслись на сайт разработчика как можете видеть на первой его странице на самое главное сразу же выходит их плагин у них есть еще куча различных продуктов которые они предоставляют есть и про также бесплатные плагины есть и обучающий всякий контент в общем сайт достаточно полезный поизучайте его на досуге думаю вам он будет интересен и здесь в принципе все интуитивно можно посмотреть так что более подробную рекламу которая не предоставляет почитать про их сервис а также у них есть свои сэмпл паки которые они продают так ну так же как и в принципе loop cloud и сплайс та же самая система только можно пользоваться в оффлайне и да еще она и бесплатный и как бы составляет библиотеку ваших сэмплов так теперь мы снова перенеслись в fl studio сейчас я подгружу сюда какой-то бас например ваншот и немножко про говорим про сэмплер который предоставляет и dsr-менеджер в нем можно подрезать уже луп определенной длины которые вам нужен то есть если условно здесь будет загружен какой-то не ваншот а уже сэмпл его здесь можно прослушивать можно как-то чопить есть также настройки огибающих куча всего то есть там даже можно как-то и миди файл там подключить то есть можно будет клавиатуры мидиш наиграть фейды настраивать и так далее сильная как бы тоже в нем не разбирался еще возможно функционал намного шире но главная задача для меня это скомпоновать все свои библиотеки в одном месте и где это будет удобно искать да можно пользоваться условно там и болтоном в котором есть встроенный поиск по тегам и все это можно выставлять и искать сэмпл также в fl studio сейчас это добавилось но когда вы имеете условно отдельный плагин который имеет и в ст версию и еще у него у этого же плагина есть стендалон стендалон это значит что она как бы устанавливается вне системы она не будет плагина вы можете открывать вообще при закрытой программе там ваши чаще рассказать и так теперь давайте раскроем еще одну такую еще один такой момент который как бы и в принципе в названии видео присутствует это где в принципе еще искать сэмпл пайки если к примеру вас нет возможности купить подписку splice loop cloud и либо еще какие-то места где можно приобрести официальные версии этих сэмпл паков я думаю многие знают такие сервисы где это можно все скачать если вам будет необходимо эта информация где конкретно это скачивать вы можете подписаться на мою группу в телеграме там написать в чате я обязательно скину эти сервисы которые как бы но которые уже проверенные временем где я сам скачиваете сэмпл паки который мне интересует там они достаточно качественные вот и также я еще попутно буду загружать в свои подразделы в этой группе какие-то сэмпл паки которые как бы но качественную уже проверенное времени и в них есть что взять и что посмотреть здесь сейчас я не буду озвучивать сайты и показывать где это все скачивается потому что но это не совсем правильно и это имеет нарушение авторских прав лицензиаров которые выпускают свои сэмпл паки и еще немного давайте поговорим про то как самому синтезировать либо же налейрить свои сэмплы я уже принципе озвучил способы их создания об этом будет отдельное видео потому что сейчас в рамках там а 10-15 минут не получится это все уложить поэтому ждите отдельный видос где я сниму ролик в котором мы будем именно там за кик крутить с нейр и все остальное лейрить это вот там несколько технологий основные это лейринг и синтезирование звуков вашим понравившийся там не знаю пример серыми про это будет еще раз говорю отдельное видео где мы подробно все это разберем вот видео подошло к концу задачи которые я возлагал на этот ролик они выполнены в целом можно и завершать наш говно это странное и так видео подходит концу информацию которую я хотел донести в этом ролике я донес думаю вам будет полезно воспользоваться этими сервисами уже много раз сказал про эти сервисы еще раз скажу что есть слово сервис и сервис 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 автосервис так в целом идею ролику ролику итак видео подходит концу нет сейчас нарежу потом видео подходит концу идею которую я хотел поместить в это видео я поместил в принципе подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии как было ли вам интересно увидите такие штучки дрючки вот и до скорых встреч